включаемся супер да всем добрый день я рад видеть такое огромное количество интересующихся профессионалов это здорово потому что ситуация на рынке развивается таким образом что то только тот кто обладает какими-то новыми инструментами новой информацией тот кто активно хочет развиваться тот будет получать результат остальное сдается так супер слышно но не видно она да либо перезайдите либо перезагрузить и потому что вроде все супер и так тема моя сегодняшняя тема это партнерские продажи через застройщиков я сейчас когда грузил презентацию увидел что на тему застройщиков сегодня как минимум несколько спикеров разговаривали но тем не менее я расскажу то что я запланировал если у вас будут какие-то вопросы вы можете по ходу задавать соответственно как сегодня будет строиться моё выступление я расскажу о себе получил обратную связь от вас расскажу через свой практический опыт как выстраивать партнерские отношения и соответственно уже готов буду ответить на ваши вопросы если вопросы будут по ходу возникать задавайте я буду на них отвечать давайте пятерочки ставки если там все понятно все согласны и начнем знакомства пятерочка вот супер молодцы ребята оперативно все живые чат живой всем интересно вас я надеюсь что я вам дам сегодня практическую информацию потому что если говорить обо мне что я работаю посредством застройщиков я бизнес-консультант у меня консалтинг-вая компания которая занимается тем что развивает строительные компании нас приглашают строительные компании даже не то что приглашают мы продаем свой консалтинг мы приходим в компании у которых есть проблемы с продажей мы настраиваем маркетинг мы настраиваем работы персонала мы настраиваем продажи и внедряем новые инструменты поэтому информацию которую я вам буду давать сегодня это как бы с той стороны баррикад то есть максим он представитель который сейчас выступал он представитель агентства то есть он рассказывает с точки зрения своего либо там другие коллеги я вам расскажу с точки зрения застройщика что он думал какие у него мысли какие идеи и почему вы как партнера ему нужны потому что сейчас ситуация такая что партнерские продажи скором времени будет занимать на самом деле значительную долю продаж застройщика чуть больше о себе то есть я сам практикующий бизнес-консультант я не только управляю компанией но я лично люблю проект я работаю с компаниями у которых оборот от 1 миллиарда в год потому что нужно поддерживать практику и быть постоянно в тренде опыт в продажах в принципе продажах мне более 18 лет имея опыт работы в крупных западных компаниях и систематизировал свои знания и сейчас наверно там крупнейшая компания как по чеку средний чек строительной компании у нас от 6 до 10 миллионов за проект в рублях если там говорить о моем графике за неделю таком городе мы работаем александр в разных городах как раз я вам хотел сказать там мой график на неделю чтобы понимали насколько масштабно мы работаем понедельник городе владимире я проводила совещание по итогам работы за месяц в среду сегодня я уже в городе уфе сейчас я с города уши с бизнес-центра нашего партнера виду вебинар где у нас стоит задача увеличить продажи увеличить долю рынка соответственно в понедельник я уже буду в москве где мы будем спускать нового застройщика поэтому достаточно активно сейчас застройщики ищут новые возможности новые ресурсы и сферу для новых продаж поэтому по себе рассказал презентовал поэтому давайте познакомимся с вами чтобы я понимал упор на что делать упор при своей презентации представьтесь пожалуйста какой город у вас и соответственно кто вы там руководитель агенции недвижимости там риэлтор либо там другая другая профессия у кого вы представляете то есть мне так будет проще корректировать свою презентацию и соответственно дать вам именно ту информацию за которой вы сюда пришли директор сочи брокер барнаул красноярск мой родный город прожил всю сознательную жизнь там пешкоролам казань рядом руководитель собственник классно водитель симферополь до симферополь кстати тот регион на который мы сейчас смотрим и я думаю в ближайшие полтора месяца мы будем туда заходить потому что очень активно строительство идет и есть что есть есть что делать есть что менять екатеринбург классный город у вас бусник и шикарная компания киров ставрополь саранск коллеги актив не включайтесь потому что у меня принцип такой снова все в мире там взаимосвязано чем больше вы отдаете тем больше вы получаете моя задача сегодня наверно знаете как встреча без галстук рассказать вам как вам быть вернее как он достичь результата и заключить тот выгодный контракт застройщиком который позволит вам зарабатывать я знаю я сам рекомендую застройщиком работать с агентством мы устраиваем некую стратегию поведения как с одной стороны не заплатить большую комиссию как сделать чтобы риэлторы продавали регулярно я сейчас вам переверну и попробую с другой стороны дать информацию потому что надо развивать рынок нужно делиться с рынком и потому что только те кто готов делиться знаниями не это не создают конкуренцию остыть новый профессиональный рынок более того томск да ребят спасибо большое скажу чтобы вы понимали почему я заговорил о рынке и зачем его нужно систематизировать потому что мы все знаем в каждом из город из городов есть агентство так называемые табуреточники компьютер телефон все и людям называются гордо агентство недвижимости при этом не обладая и деловыми навыками не профессиональные навыки они портят имидж всем остальным агентством из-за чего нам приходится вам в первую очередь приходится доказывать что вы профессионалы и вы можете соответственно соответствовать статусу партнера скажите кто сталкивался с мнением когда вот в вашем городе вы с кем-то там общались да знаем этих риэлторов хапуги да там счетом привести клиента срубить денег ничего толком при этом не делал поставьте плюсик то сталкивался минус кто не сталкивался так было было часто вот мы более того чтобы систематизировать рынок маленечко в сторону отойду мы сейчас внедряем стандарты как жиря ведем с роспатентом переговоры написали письмо создали стандарты на то чтобы на федеральном уровне внедрить стандарты работа в сфере недвижимости то есть на скорее всего это будет на базе и со 9001 то есть это долгий процесс мы уже полгода ведем переговоры я думаю еще там полгода или год будет разрабатывать стандарты но процесс движется и наша задача как компании сделать чтобы рынок он был профессиональному систему отсечь многие непрофессиональных риэлторов участников рынка чтобы осталось как гордо тех кто может реально называться там гордо риэлторами либо агенцией недвижимости у нас или там строительной компании у нас вот такая цель познакомились о себе рассказал поехали дальше текущая ситуация в застройщиков то что есть изнутри 80 процентов застройщиков очень резко упали продажи понятно там декабрь четырнадцатого года январь февраль у кого-то еще март пятнадцатого года продажи были нормальные начиная с апреля в разных регионах продажи начали снижаться и они упали как минимум в два раза в среднем по россии если смотреть застройщиков наших партнеров наших коллег конкурентов кого мы отслеживаем продажи упали где-то в два раза соответственно при этом объемы продаж у застройщиков остались прежними это более того у некоторых были запланированы рост площадок и они уже начали реализовывать проекты исходя из тех трендов которые были предыдущие пять лет начиная с десятого года тренд рост количество возойденного жилья постоянно увеличивалась и застройщики думали что так будет очень долго соответственно на пятнадцатый год некоторые из них запланировали объем больших жилых комплекс кто-то заморозил стройки есть часть строят на там на начальном этапе на котловане либо на этапе проекта и сделали это очень правильно потому что невозможно строить такими объемами и продавать потому что нет столько клиентов татьяна пишет на суббирске риелторы крупных агентств недвижимости очень непрофессионально маленьких много грамотных специалистов татьяна здесь когда я говорил о риэлторах здесь дело не в размере а именно в профессионализме профессионализма риэлторов очень важен потому что с клиентом общается там в первую очередь там ваш риэлтор и он составляет лицо компании у больших риэлторских агент с с плюс это бренд раскручены маленьких агентств недвижимости это риэлторы которые формируют имидж так возвращаемся к застройщикам количество ипотечных клиентов снизилась на 50 процентов чем сбербанк по нашей оценке он наращивают долю продаж долю долю рынка на самом деле в т.п. сейчас очень активно взялось за ситуацию потому что полгода они спросили и сейчас они хотят как обычно там конкурироваться сбербанком и отнимать долю за счет многих мелких банков которых сейчас отнимают лицензии эффективность стандартных инструментов рекламных застройщиков снижается если раньше примеру возьмем среднего застройщика у которого бюджет например он строит 50 тысяч квадратов был бюджет 300 500 тысяч рублей на рекламу соответственно что делали подавали были баннеры частично газеты seo продвижения еще пару каких-то инструментов может быть пиар акции и в какой-то момент это реклама перестала приносить то количество клиентов которое было раньше с одной стороны их стало меньше клиентов стало меньше с другой стороны возросла конкуренция и просто реклама или просто баннер он перестал работать и следующий момент что среди застройщиков сейчас возрастает конкуренция есть два типа застройщиков скажу там с практической точки зрения есть застройщики которые понимают что нужно что-то делать но они говорят я старого формата да надо меняться нужно становиться современным нужно переходить на новейшие инструменты и на этом я не буду а есть застройщик который начинает в это время вкладываться в рекламу вкладываться рекламу искать какие-то новые инструменты искать партнерство и вот как раз а агентство недвижимости риэлторы являетесь одним из ключевых звеньев на которые многие партнеры либо начинают обращать внимание что через вас можно продавать либо им нужно донести до вас основную идею вернее выдают вы до них должны донести основную идею о том что вы можете продавать я сейчас расскажу как презентовать себя а что о чем нужно говорить и что поможет вам заключить выгодный контракт застройщика сейчас отвечу на комментарии юлия степанова пишет что в томске нет ну видимо нет снижения прокомментируйте пожалуйста там дмитрий пишет у нас тоже нет нижний новгород нет снижения продаж дайте обратно сердце что очень важно то есть мы отслеживаем аналитику по многим городам и информация с полей она очень важно есть крупные компании которые на бренде выезжают написали про то что сбербанк не платит за клиентов неправа родитесь он не платит основной массе они конечно сбербанк буквально недавние переговоры сперва не говорят один из наших клиентов который в том числе развивает ипотечного брокера ипотечные брокерство говорит ребят сбербанк платите нам денег мы продали там за месяц 77 ваших сделок не смеетно нет платить не будем чтобы вы вы могли получать комиссию 0607 процентов нужно продавать не менее 30 сделок понятно что ни одно агентство сейчас такой объем не выйти можно только круг крупные агентства я говорю про про общую массу поэтому с ней можно выстрелять другие отношения и там наверно больше расскажет максим далее увели в сторону потому что сбербанке тема которая там актуальна и с помощью них застройщик можно увеличивать очень 20 30 процентов точно можно прирастать про застройщиков рассказал поехали дальше ваша задача продать идею о том что вы как агентство недвижимости нужны застройщики и показать ваш профессионализм первое что нужно сделать говорить на одном языке вы должны обладать аналитика рынка не текущей статистикой вот вопрос к вам у кого из вас есть аналитика рынка по продажам новостроек доля первички доля вторички соответственно доля ипотеки который поэтому новостройки поставьте пожалуйста там пятерочку то что вы знаете эту информацию единицу если у вас этой информации нет я объясню для чего это нужно так есть аналитика по вторичному рынку там пятерочка есть единичка нету хватит друзья включаемся давай обратную связь нет а где взять нет сейчас я получил обратную связь и соответственно дам комментария смотрите то есть где брать информацию первая информацию дают банки то есть если вы являетесь брокером крупнейшим сбербанка в т.п. либо любого другого банка у них есть общая информация к примеру там по ипотечному рынку сколько всего выдано центробанк у них есть информация сколько центробанк выдал всего кредита сколько выдала конкретно банк можно высчитать долю рынка можно бред палате либо в отделе статистики взять количество сделок которые прошли за этот период количество новостроя количество вторичек эта информация вам нужно для того чтобы вы показали что вы говорите на языке цифр чтобы профессионал вы не просто хотите работать с этим застройщиком вы знаете что происходит на рынке вы отслеживаете ситуацию и самое важное когда вы будете презентовать надо говорить языком выгоды застройщика что вот есть там доля рынка к примеру там новостроя к примеру возьмем пусть будет 500 сделок новостроенка в месяц соответственно вот давайте посчитаем а сколько у вас сделок средний застройщик скажет там у нас раздавайте там с вами конверсия меня 50 хорошо то есть у вас 10 у крупного застройщика вас 10 процентов доля рынка что происходит сейчас говорить о том что конкуренты наращивают рекламную активность они увеличивают долю рынка а давайте мы вам поможем увеличить долю рынка в момент когда все остальные падают мы можем прирастить там на там плюс один процент на долю рынка или 10 процентов дать вам 10 процентов от продаж вам это интересно то это было бы интересно что можем это сделать за счет каких-то таких-то инструментов вот вам там как коллеги дают какие-то ссылочки да за руки да у них хорошая аналитика соответственно когда вы говорите на языке статистики когда вы даете некие факты то есть вас воспринимают уже как профессионал потому что вы не поверите но половина застройщиков она даже этим не озадачивается этим вопрос задам насколько чтобы понимать насколько вы взаимодействуете застройщиком сколько у вас контрактов со строительными со сколькими строительными компаниями у вас заключены договоры на продажу напишите пожалуйста у кого нет напишите у меня нет 0 3 нету 3 0 15 нет 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 5 10 11 отлично порядка 35 5 вот отлично Наталья Михайловна 3 так остальные я понимаю что чат идет задержкой но у вас важно больше 10 хорошо там средний показатель там 35 у кого-то нет ребят те кто не работают застройщиками вы теряете до 50 процентов продаж потому что сейчас соотношение первички вторички ну скажем в четырнадцатом году оно было где-то там 50 на 50 нам от регионов писала от регионов 50 встречки продавалась 50 новостройки то сейчас количество доля новостроек она растет по разным причинам то есть в большинстве городов вторичка стоит дороже чем первичка то есть разница где-то там 20 25 процентов так как экономическая ситуация сейчас очень сильно заставляет наши потенциальных покупателей считать выгоды то им проще купить новостройку подождать там год-полтора и соответственно там сэкономить на оплате второе эта доля будет увеличиваться потому что во первых государство поддерживает новостройку это видно и господдержки на первичный рынок оно и дальше будет поддерживать доля в экономике сектора недвижимости очень высота поэтому господа и дамы те кто еще не работает с новостройками поставьте себе задачу ну то есть после моего вебинара там услышите порядок действий начать переговоры как минимум на следующую неделю на этой неделе назначите встречи и уже выясняйте потребность что им нужно и соответственно предлагайте свою услугу потому что это поможет вам отстроиться плюс ну наверное базовые вещи все знаете то есть вы застройщик с покупателями берете деньги за это платит вам застройщик как взять с него больше комиссии я вам расскажу об этом максим говорила края муха слышал но я расскажу со своей точки зрения так соответственно статистика рынка как я вам сказал подготовка к презентации у меня здесь маленькие подсказки маркетинг так как мы говорим что вы являетесь профессионалом соответственно вы должны обладать не только инструментами и статистика что творится на рынке но вы должны быть чуть чуть выше чем все остальные ваши коллеги на рынке потому что у нас сейчас там 96 участников города которые вы написали но они повторялись там не более 2-3 раз соответственно в среднем городе миллионники 500 агентств недвижимости у вас есть сейчас огромное конкретное преимущество первое что нужно сделать прежде чем идти на переговоры составить маркетинг другими словами презентацию вашей компании это важнейший инструмент даже мы когда ходим на переговоры когда продаем свой консалтинг у нас есть свой маркетинг кит я потом дам вам ссылочку можете посмотреть как выглядит наш маркетинг кит и составить что-то наподобие своей компании что там говорится почему в чем ваш профессионализм чем вы отличаетесь от других какие ваши там ключевые преимущества люди технологии скорость мобильность индивидуальные решения и так далее это очень важно донести до клиента вашу особенность ну и само по себе красочно оформленная презентация вашей компании она как минимум будет отличать вас от конкурентов поставьте пожалуйста плюсик у кого есть презентация либо маркетинг так часто слышу про маркетинг сегодня уже пора сделать надо обязательно во первых он нужен не только для застройщика он нужен в принципе для ваших клиентов потому что там если говорить о базовых принципах продажи там аудиал визуал кинестетик когда вы продаете клиенту услугу просто даже сейчас там уйдем в сторону извините в сторону продажи услуги то есть он воспринимает только на слуг если же вы ему показываете маркетинг и даете в руки то есть вы задействуете все органы чувств соответственно вероятность того что он там примет решение в разы больше так и застройщики так виде буклета не пойдет процессе формирования только в моей голове и формате а4 до виде буклета вот все отлично смотрите друзья большинство поставила либо голове либо надо делать или нет делайте обязательно это ваша конкурентное преимущество даже не только для застройщиков в принципе для продажи основных услуг а так как нужно отстраивать сейчас отличный период чтобы отстроиться рынок сокращается уходят ваши конкуренты уходят агенции недвижимости сливаются риэлторы и те кто еще с вами бог оба трудится в этой конкурентной сфере вы будете лучше вы будете просто отличаться и вас как минимум запомнит так поехали дальше второе что нужно сделать для того чтобы продать идею и профессионализм вам нужно подготовиться к встрече давайте я вас прошу что вы должны знать прежде чем пойдете на переговоры с застройщиками с вашей точки зрения какую информацию вы должны обладать для того чтобы успешно провести переговоры застройщики так сайта хорошо а что сайта что что вы узнаете напишите пожалуйста там 2-3 критерия то есть какую информацию вы должны обладать так количество объектов построенные объекты так застройщики о продажах количество объектов состояние рынка это в целом аналитика история объекта руководства планы застройщика молодцы узнать как у него идут продажи ну как продажи вы на сайте не узнаете его история работа по 214 отлично методы продаж доля компании на рынке крупные то есть первое что нужно знать это количество объектов которое у него есть процессе постройки то есть это легко посмотреть по проектуingers заходите на сайт в разделе документов смотрите проектов декларацию смотрите количество объектов смотрите количество квадратных метров самое важное на объект YouTuber babies не нужны нам нужно понимать сколько квадратных метров вам нужно продать соответственно исходя из этого количества мы примерно в разговоре понимаем какой объем продаж продает когда у вас есть информация что в процессе строительства сейчас 150 тысяч квадратных метров когда мы понимаем что он я продаю 20 квартир в месяц или 30 30 квартир вы средняя средняя площадь квартир 50 квадратов 50 на 30 полторы тысячи квадратов продает в месяц соответственно делите это на тот объем который есть у него там строительстве и понимаете что ему надо продавать еще 10 лет я условно с такими темпами продаж он не выполнит свои обязательства это первый критерий почему ему интересно до продажи дополнительных каналов второй важный момент здесь вот наталья пишет что если отдел продаж состройщика ну будем надеяться что он уже есть это даже даже хорошо потому что если нет он наверняка может отдать на эксклюзив как происходит москве либо в питере соответственно вы звоните в отдел продаж под видом покупателя и просто смотрите насколько профессионально с вами работа если по оценить уровень насколько работают менеджеры по скриптам насколько они нам берут ваши контакты перезванивают как отрабатывают возражение и насколько предлагают хорошо проводит презентацию уровень сотрудников отдела продаж легко скажет о том как продает застройщик как хорошо или так много продается строчке потому что на данный момент время когда застройщиком не надо было выстраивать сервис внутри компании прошло сейчас выигрывает компания которая во первых а использует максимальное количество маркетинговых инструментов которая выстраивается таким образом чтобы клиент получил максимум информации максимум комфорта есть остался в этой компании вот это два критерия которые вам нужно сделать соответственно посмотреть на рынке можно посмотреть также очень важный момент посмотрите в интернете насколько клиент присутствует в интернете сделать это очень легко забиваете там купить новостройку вы как будто клиент ищите застройщика новостройку в вашем городе и смотрите первую яндекс и google первые 10 страниц во первых контекстная реклама смотрите дают ли он контекстную рекламу это показатель насколько он продвинут и использует такие базовые инструменты для нас сейчас все просто а мы для вас должно быть все понятно и насколько все оптимизации если его нет на первой странице считайте что он там на 50 до 50 процентов недопродает потому что его нет на интернете минимум до 50 процентов все второе смотрите альтернативных сми специализированных журналах смотрите если на теле на телевизоре и слушайте радио ведь это очень важная работа кажется зачем столько информации собирать для одних переговоров то есть вы должны быть вооружены полностью потому что если вы знаете досконально проблемы застройщика если вы можете предполагать эффективность его реклама то вы будете знать на что давить если к примеру он не использует контекстную рекламу большинством к сожалению используют либо используя но гонят их на основной сайт где конверсия теряется в разы то можете сказать что один из инструментов который мы используем это одностраничники контекстная реклама может быть кто-то там и не работает но тема отдельного отдельного вебинара до отдельного продвижения все то есть вы показываете альтернативные методы как вы можете увеличить как вы будете работать за счет чего вы можете просить него большую комиссию и за счет чего вы увеличите ему продажи это вот подготовка к презентации основополагающий шаг основополагающий ваш инструмент который позволит вам хорошо начать разговор и показать свой профессионализм поэтому слайду есть вопросы если есть там задавайте если нет давайте ставьте пятерочки что все понятно и пойдем дальше одна страница в санкт-петербурге и те же застройщики вот светлана отлично уже про про мониторе класс классно кстати там в питере планируем за до конца октября заключить контракт но супер так пятерочки отключаемся давайте берем указательный пальчик и нажимаем кнопку 5 если все понятно либо пишем вопрос а почему конверсия на основе сайт теряется расскажу конверсия теряется на основном сайте теряется в связи с тем что лет приходит по определенному запросу контекстная реклама и потом все оптимизация она выдает купить квартиру новостройки купить дешевую квартиру купить однокомнатную человека у вашего потенциального покупателя и вашего и у вашего потенциального покупателя есть определенный конкретный запрос и мы должны предоставить информацию по этому конкретному запросу прям купить дешевую квартиру если он заходит по этому запросу ему открывается сайт застройщика или сайт вашего агентства да то есть вы можете это на себя тоже проецировать то что он видит общий сайт все ваши услуги там продажа аренда покупка первичка вторичка контакты какие-то новости ему эта информация она нафиг не нужна он хочет узнать информацию о дешевой квартире поэтому мы его должны по запросу ввести на конкретный ответ на его вопрос либо вообще задача захватить этот контакт там получите список там 10 самых дешевых квартир все оставь имя и телефон и мэйл соответственно получи список негатив будет ну не негатива не будет мы просто он идет там есть это первая причина мы ему должны отвечать на конкретный запрос вторая причина есть статистика что клиент на сайте делает максимум три клика если он в течение трех кликов не находит информацию он с сайта уходит а когда вы пускаете его на какой-то общий сайт любой компании работающей в серии недвижимости быстро найти информацию невозможно то есть вы посмотрите навигацию некоторых застройщиков либо внимательно свой сайт проанализируйте как ему найти ту информацию за которую он пришел он нажал на одну страницу не то на вторую встретив все он ушел то есть вы клиента потеряли я это говорю уверенно потому что у меня есть аналитика сотен сайтов я вас уверяю что сайт среднее застройщика либо хорошего агентства недвижимости посещает трех до пяти тысяч клиентов тот кто занимает топ 5 соответственно 5000 заходов это все теплые клиенты они не просто так зашли поинтересоваться они зашли с какой-то целью теперь мы смотрим сколько у этого застройщика либо у вас как у агентства продаж и понимаете да что всего там месяц продали пусть там 15-20 квартир из них альтернативные методы рекламы привели столько-то там прямые продажи и того сайта было нам три-четыре продажи если три тысячи заходов и три продажи это ноль один процент или 001 процент но это ужасно низкая версия средняя коммерсия которая должна быть с интернета должна сейчас на рынке составляет от трех до пяти процентов но это это там средний показатель они снижаются понимаете о чем я говорю поставьте плюсик если понимание понимание есть там моего размышления потому что это очень важно я хочу чтобы вы об этом знали и вы эту информацию можете говорить там вопросы ушли поэтому друзья задайте пожалуйста еще раз вопросы я на них отвечу ну что вот это все вот запись если будет запись разговора наша нашего вебинара вы соответственно можете еще раз прослушать и то же самое говорит застройщику а мне кажется максим говорил да что что не считает стоимость клиента не считает так далее с конверсия руль так спасибо те кто дает обратную связь делают отдельный сайт по каждому объекту отдельный сайт это тоже не то это лучше конечно лучше но там он должен продающий цепляющий так поехали дальше вот как раз задавали вопрос кто платит за маркетинг далее в рамках построения маркетинговой стратегии и увеличения продаж у наших застройщиков мы сталкиваемся постоянно с крупными агентствами недвижимости которые прессуют нас что ребят давайте совместный маркетинг дайте нам плюс 500 рублей из квадратного метра и мы на эти деньги выстроим вам совместную рекламную кампанию мы соответственно здесь нужно понимать я вам сейчас рассказываю со стороны застройщика чтобы поняли как застройщик размышляет да то есть как я там отказываю агентством недвижимости почему лишь единицы получают совместный маркетинговый бюджет то есть первое если мы просто тупо перечисляем условно какой-то там процент либо процент либо 300 500 рублей с квадратного метра то есть мы этот бюджет как застройщик не контролируем мы вроде отдаем и получается мы платим повышенную комиссию сейчас средняя комиссия в регионах составляет 2-3 процента и от 1000 рублей или там или 1000 рублей с квадратного метра соответственно это все стремится к увеличению потому что за с некоторым застройщиком нужно отстраиваться сочетно вообще до 10 процентов соответственно чтобы вы могли претендовать на маркетингу бюджет застройщика первое вы должны показать ему идею во-первых куда будут расходоваться эти деньги на какой инструмент и почему именно этот застройщик от вложат совместного бюджета получит при это либо интернет либо банк потому что в некоторых городах я заметил что в городах до 500 тысяч населения еще работают по удивительному это инструмент который действительно он дает клиентов и он находится на третьем месте мы замеряли там нас эти телефонии на каждый из рекламных каналов стоит она работает если там еще рекламных каналов кишечку большие баннеры на объектах 6 на 9 они находятся сейчас на втором месте я вам сейчас примеры говорю небольших городов то есть 300 500 тысяч населения мы сейчас нескольких городах работает они находятся на втором месте день мы с них получаем от 5 до 10 звонков это серьезно это теплые клиенты и при конверсии даже там пять процентов мы соответственно один одного клиента два дня можем получить с больших баннеров которые висят на домах а в сочи по эффективности на первом месте наталья хамма это надо замерять хорошо если у вас есть информация если это предположение это нужно считать что я как продажник как маркетолог мне нужны цифры и так то есть по совместному маркетингу предложите инструментарий причем посчитаны что не просто вы давайте банк разберем не просто вы разместите на банке предложите им некое у т.п. что вы будете рекламировать додумайте за застройщика некую рекламную компанию его преимущества то есть это нужно либо с коллегами внутри посидеть либо почитать книжки есть у того же дэна кэннеди есть уникальное позиционирование шикарная книжка вообще как маркетолог очень великий почитайте вы должны генерировать идеи вы не просто компания которая хочет заработать процент на посредничестве вы должны стать долгосрочным партнером который может продавать застройщик может продавать развивать и выстраивать с ним бизнес и когда застройщик увидит что на первом месте стоят не деньги не побольше комиссии с него взять а вы думаете о том как увеличить ему продажи за счет рекламы предложений он к вам будет относиться именно по партнерски а когда будет доверительное отношение то речь о комиссии комиссионного вознаграждения на порядок проще выстраивать переговорах смотрим что написали по сравнению с миссией так название книги по маркетингу хорошо братья похоже я сейчас прям посмотрю вам полное название книгу уникальное позиционирование компании я вам посмотрю то есть если будет рассылочка я вам даже на фотографии скину книжечки что я ее там время приметом перечитываю так повышенная комиссия вопрос к вам какую комиссию не сейчас получаете от своих застройщиков то есть 1 напишите пожалуйста цифру какую комиссию второе насколько насколько она максимальная по вашему рынку максимальная средняя низкая все там это важно для того чтобы то есть мы сейчас говорим будет говорить о вашей прибыли как путем переговоров там не лечить вашу прибыль с новостройки там на 20-30 процентов средняя в основном один процент максимальная отличная елена 2 процента средние 5 10 максимальная молодцы в сочи у нас 36 новосибирск елена федорова 2 процента так остальные из 95 участников до 100 тысяч рублей от 20 до 3 процентов отлично хорошо 23 спасибо до среди средняя комиссии от 3 до 5 что нужно делать мы мы можем обосновать почему не стоим дорого во первых как я там говорил выше вы должны стать для него первое профессионалом профессионал который понимает рынок и знает как он будет развиваться и самое важное партнер который хочет выстроить совместное отношение соответственно следующим этапом это как увеличить комиссию когда вы называете что вы хотите больше комиссии чем рынок может предложить это всегда нормально обосновывая если у вас максимальная комиссия к примеру по рынку составляет там три процента вот давайте возьмем пример последнего андрея от 3 до 5 процентов соответственно заявляйте мы готовы сделать то-то то-то наш отдел продаж работает по таким скриптом по такой-то воронке продаж у нас такая-то конверсия мы готовы усилить рекламу по новостройкам но мы хотим получить 6 процентов потому что часть расходов пойдет в том числе из на продвижение для чего это нужно во первых понятно что с больше завышенные цифры комиссии всегда легче торговаться да понятно что где-то там окажем где-то вы сразу обозначить о том что вы не просто там пришли там получить какую-то рядовую комиссию вы настроены вкладываться и за это хотите много получать это серьезность ваших намерений это раз во вторых они будут знать вашу норму или ваши критерии и требования то есть если он там имел ввиду ну давайте начнем там с двух процентов или там с трех процентов среднем по рынку потом посмотрим у нас есть опыт мы сейчас запускаем проект федеральный проект и потом договариваемся с застройщиками и я кстати могу вам выставить потом запись переговоров в ближайший месяц еще несколько переговоров с крупными застройщиками будем проводить вообще по максимальной комиссии на рынке потом могу выслать запись соответственно сбился смысле прочитав там про пакеты стандартные партнерские эксклюзивные ну вот их задача будет отжать вас на минимальный пакет ваша задача получить максимальную ставку если они не прожимаются в этапе переговоров они не готовы там дать вам максимальную комиссию хорошо давайте проговорим критерии сколько для вас вот это впереди вот прям последний случай прямо спрашиваю сколько для вас является нормальной нормой продаж один из крупных застройщиков с хорошей построенной системой продаж с хорошей рекламы соответственно цифру которую назвал она меня маленькая задача я спрашиваю назовите сколько в месяц нужно продаж цифра которую назвал два то есть две продажи в месяц у нас для от одного агентства недвижимости будет являться достаточной нормой ну блин продать две квартиры две новостройки это это технический момент если есть определенная воронка по новостройкам если есть канал через который вы можете продвигать две продажи это очень просто соответственно вы можете сконцентрироваться то есть выбрать для себя два три до пяти ключевых застройщиков кого вы будете продвигать потому что на всех невозможно то есть вы размажетесь вы можете всем пообещать но даже если будете продавать 10 на каждого это будет по одной компании вернее по одной квартире это не интересно будет не вам потому что там комиссия будет плавать не застройщик потому что вы ему не делаете объем концентрируйтесь на ключевых застройщиков с ним можно выстраивать партнерские отношения проведите переговоры со всеми соберите предложение встретитесь несколько раз попробуйте увеличить свою комиссию после этого садитесь и принимайте решение там плюсы минусы классически на бумаге состояли преимущества той или иной компании что выигрываете что проигрываете и определяете с кем будете работать все и как только сконцентрировались на определенных компаниях начинайте работать с ним так по повышенной комиссии рассказал план продаж для того чтобы вас видели партнера на долгосрочных отношениях давайте обратную связь составьте план продаж если нам достаточно 2-3 продажи хорошо чтобы делать 2-3 продажи условно это одна продажа в неделю соответственно в отделе новостроек у нас меру пять человек соответственно прописывайте фамилии высылайте информацию сколько сколько вам было обращение по новостройку сколько вы презентовали этот объект потому что вот такая обратная связь даже без фактических продаж покажет застройщику что вы работаете с его объектом он реально они сейчас понимают что ситуация на рынке изменилась покупая во-первых покупатель стал очень долго принимать решение то есть если раньше это было в среднем 3-4 недели то сейчас до 2-2 с половиной месяца принятие решения покупателем на квартиру они выбирают они ждут что снизится цены у них там другие еще ряд критерий и когда застройщик увидит что вы даже там высылаете отчеты как вы работаете по новостройкам по его продвижению он увидит во-первых о серьезность намерений о том что вы не забываете и соответственно ведете ведете работу это очень дорогого стоит дайте пожалуйста обратную связь вот насколько вот потому что я рассказал совместный маркетинг завышенную комиссию про план продаж и отчетность насколько но это актуально для вас интересно ли вам будете ли вы это применять там да интересно а мне не интересно пятерочки отлично это очень важно я вам сейчас запомните я вам говорю как застройщик сейчас если бы мне агентство недвижимости присылали такой отчет я бы как минимум и запомнил что вот агентство иванов да там любое другое название работает над моим обыдными продажами да там их сейчас нет но отрабатывает я понимаю я могу устраивать какой-то план с этим человеком можно строить бизнес а в условиях большинства конкуренции и ваших коллег которые пришли заключили договор потом пропали появился клиент который сам захотел купить разовая продажа неинтересно да если это все озвучит конечно вы должны как можно больше говорить что вы собираетесь делать один из самых сильных ну вот отлично есть подтверждение как бы соответственно регулярные встречи с застройщиком это необходимый инструмент создания лояльности когда вы встречаетесь помимо отчетности которые вы можете высылать в электрон увидим нужны регулярные живые встречи во первых а чтобы вас запомнили б для того чтобы наладить отношения не ничего лучше как личные встречи и обсуждения аналитик рынка текущей ситуации и по это нужно для того чтобы там еще раз напомнить там о повышенной комиссии если вам не дали я работаю да я там трачу меня там на вас бюджет 50000 у меня там сейчас нет продаж но уже там потратил 100000 давайте уже не надо как-то отбиваться то есть три процента который у нас прописано в теговоре интересно ну рынок проседает давайте уже давайте больше 2 2 3 встреч 4 где-то там продадите несколько квартир это все работает на вашу подъем поэтому регулярные встречи нужно делать регулярно и выделенный менеджер всегда добивайтесь чтобы с вами работал какой-то выделенный менеджер не просто с отделом продаж кому пришли кому пришли потому что так невозможно работать во первых это и оперативность это и своевременность предоставление информации это и лояльность сотрудников в том числе от нам в офис менеджеры приходит регулярность презентации сами проводим обращающие экскурсии это правильно и мы проводим оставляем застройщику проводить экскурсии постоянные презентации там розыгрыши подарков призов так далее но мы же говорим о вас как о риэлторах поэтому если гора не идет магомеду то магомед идет горе выделенный менеджер с ним во первых проще построить и самое важное выделенный менеджер нужен для того чтобы выстроили с ним отношения будут отношения с человеком там будут продажи он сам будет лоббировать потом ваши интересы так как зарплата у менеджера по работе с партнерами зависит от ваших продаж от объема продаж процент он будет лоббировать чем больше он будет платить и больше вы будете продавать и больше его зарплата это что касается построения долгосрочных отношений поэтому есть какие-то вопросы все понятно вопросов нет смотрите друзья я вам обещал запись разговоров презентации по заключении договора с застройщиками в течение я могу это отправить течение двух недель потому что свежих у нас нету поэтому для тех кому интересно получить запись разговоров как мы продаем свою идею повышенной комиссии потому что мы на рынке берем самую максимальную комиссию вот мы берем максимальную комиссию прибавляем к ней там два процента и с этим разговариваем поэтому всем видно там адвайзер группы это наш сайт про книгу до секретное оружие маркетолога это она или как состоит там уникальное торговое предложение выделенного менеджера мотивирует подарки на день рождения маркетинг значит давайте сделаем так я вам действительно обещал маркетинг кит я вам его пришлю так как я не планировал это делать и соответственно не подготовил ни страницу захвата ничего вот это наш сайт там адвайзер группа адвайзер-групп.com там есть заказать звонок потому что сайт находится только в разработке мы только сейчас там заливаем его докручиваем в правом верхнем углу есть заказать звонок нажимаете заказать звонок там пишите имя и телефон соответственно пишите имя и и вебинар что ты понял что вы с вебинара потому что если слово вебинар не будет я соответствующий не вышли жене горит у меня классный инстаграм ну спасибо спасибо соответствует духу времени вот ребят смотрите на сайт у всех получилось зайти поставьте пожалуйста плюсик чтоб я понял какое количество заявочек не ждать я вам вышлю запись разговора и я про сейчас командировки соответственно понедельник вы уже получите маркетинг кит в электронном виде так раз два три четыре десять окей так сейчас я посчитаю чтобы понимать сколько отправлять нет напишите пожалуйста в чат давайте хорошо давайте чат напишем сейчас нет а мне видео будет переговор будет аудиозапись переговоров потому что битье аудиозапись не всегда дают делать номер телефона и мы выписали конечно я вам куда вышли информацию поэтому все что там попросит пишите пока вот адрес сайта я вам скинул можете посмотреть там наше презентационное видео о нас опять же сайт доработки но там видео уже залили соответственно можете поставить лайки если понравится то есть мне будет от вас получить обратную связь приятно и вопрос по сегодняшнему занятию давайте по десятибалльной шкале напишите пожалуйста насколько полезно было сегодняшнее мое выступление мне очень важно то есть я уже давно не выступал с в основном все практика поэтому отчасти навык потерял хотелось бы понять понравилось не понравилось полезно не полезно десяточки 15 9 так вот семерки были 10 до крутить большое спасибо опять же это сегодня была информация достаточно общее надеюсь что максим будет приглашать буду выступать поэтому друзья вам большое спасибо час пролетел незаметно рассчитываю что вы уже для себя составили план как вы будете прожимать застройщика как вы будете заключать договора мои рекомендации 35 застройщиков на первом этапе на которых вы можете сконцентрироваться и застройщик будет понимать что вы работаете и вам будет проще концентрироваться на определенных нам привычках и объекта это и 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